Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 10. Вопрос. 2349. Раньше по радио из Америки слушали священника отца Виктора Потапова. Сейчас его не слышно и не видно нигде. Что с ним? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Я жил у него в Вашингтоне несколько дней в 1992 году в июле-августе. Мне он понравился. И жена у него замечательная, и дети ласковые. И он такой доброход, компьютером наградил меня бесплатно. Но я не мог его взять. И так он помогал мне не раз. И брошюра его «Молчанием предается Бог» замечательна. Тогда там жил у него сын, отец Глеба Икунина. Я хочу, чтобы он у нас побывал, погостил всей семьей. Я должник его. Он записал меня на пленку и по голосу Америки передал на Россию. И вот что из интернета имею, даю в сокращении. Интервью с ним. Отец Виктор Потапов. Отчасти разногласия между церквами смягчились после причисления к лику святых Романовых, новомучеников XX века, блаженной Ксении Петербургской и Соловецких мучеников. Сейчас у двух церквей есть и много общего. Обе они не признают подлинности останков последнего императора и его семьи, захороненных в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Обе убеждены в экспансионистских планах католиков и настроены против реформ богослужебного языка и календаря. Вопрос. Ранее одним из важных условий сближения РПЦЗ и РПЦМП был вопрос, который поднимался зарубежной церковью о покаянии иерархов Московской Патриархии за сотрудничество с богопротивной и богоборческой властью. Сейчас этот вопрос как-то не поднимается. В чем дело? Это изменение позиции руководства зарубежной церкви или что-то другое? Ответ. Не знаю. Трудно сказать. Я хочу надеяться, что этот вопрос будет сейчас поднят на встрече первоиерархов. Но нам требовать покаяния от других, не принося покаяния за свои ошибки, немыслимо. Каяться надо обеим сторонам. Я надеюсь, что вопрос будет поднят и будет найдено приемлемое решение. Может быть, во время объединения произойдет процесс покаяния с обеих сторон, как это сделали в свое время митрополит Евлогий Парижский и митрополит Антоний Хараповицкий. Я думаю, здесь нет ничего унизительного. Каяться всегда хорошо. Надеюсь, что это произойдет. У американских светских властей нет и не будет никакой роли. Им это все равно. Со стороны российских властей шаг был сделан. Мне трудно сказать, будут ли какие-либо еще шаги со стороны российской власти. Я не вхож в мир российского руководства. Путин сделал свое дело, на которое, правда, особых усилий не потребовалось. Но в истории это объединение, если оно произойдет, войдет как президентское объединение. Насколько дальше Путин будет участвовать в этом процессе, мне кажется, от него больше ничего не ожидается. Каково настроение среди рядовых верующих внутри приходов, особенно тех, которые сегодня почти никак не связаны с Россией по национальному признаку, поскольку половина прихожан американцы? Я думаю, что те, кто были резко против сближения с РПЦ-МП, уже от нас ушли. Их было мало, и они объединились вокруг митрополита Виталия, живущего сейчас в Канаде. От нас отошли, может быть, 3-4 прихода. Но подавляющее большинство прихожан либо безразличны, либо сторонники объединения. Многим людям надоело противостояние. У большинства приезжающих из России в Вашингтон есть выбор. Они могут пойти в американскую автокефальную православную церковь и молиться по-английски. Или приходить к нам не потому, что мы зарубежная церковь, а потому, что они себя здесь хорошо чувствуют. Русская традиция жива, служба идет на церковно-славянском языке, пользуемся и русским языком. Они не разбираются, особенно в политических нюансах нашего разделения. Большинство наших прихожан, безусловно, приветствует объединение. Тем более, что евхаристическое общение между мирянами есть уже более 10 лет. Люди едут в Россию и причащаются там свободно. Так же и у нас приезжие из России могут причащаться. Это происходит явочным порядком или иерархия все же дала разрешение? Это началось явочным порядком, но потом иерархии признали это. То есть сейчас официальных препятствий к евхаристическому общению на уровне простых прихожан и нет? Да. В дальнейшем, хотя митрополит Лавр человек мягкий в обращении, но я полагаю, что он поставит себе цель добиться устранения евхаристического общения, и с этого пути он не сойдет. Планировалось ли включение вас в состав делегации для приезда в Россию вместе с митрополитом Лавром? Нет, этого никогда не планировалось. Я попал в черный список по известным причинам. Я в свое время выступал против патриархии и написал книгу «Молчанием предается Бог». Я не отказываюсь от того, что писал, но в конце брошюры я призывал к единству церкви. Мы не можем забывать, что церковь – это не только и не столько епископы, сколько народ Божий. Я только что вернулся из России, был в Оптиной пустыне и многих святых местах. Много ездил, где бы я ни был, а такое благочестие встречал, такое благоприятное отношение ко мне. Я вижу, что церковь жива. К сожалению, за политическим противостоянием мы не видим этого. Забываем. Нашей церкви это благочестие очень нужно. Нам нужно привиться к стволу русской церкви. Я уверен, что и мы, зарубежная церковь, можем очень помочь московской патриархии. У них осталось много от советского. Например, деспотичное отношение епископов к священникам. Я могу митрополиту и моему епископу говорить все, что я думаю, и не боятся, что меня снимут. Этот момент соборности отсутствует в патриархии в большей мере, чем у нас. Мы можем им помочь в этом. Ваши прихожане к вопросу сближения и объединения относятся несколько проще. А вот прихожане РПЦЗ, которые живут в России, настроены более негативно к возможности слияния. Разумеется, в свое время я был противником создания параллельных структур с самого начала. Я говорил митрополиту Виталию, что это неправильно. Я понимал людей, которые были недовольны московской патриархией. Я им очень сочувствовал. С другой стороны, создавать параллельные структуры в России нам не под силу. И я опасался, что наши архиереи не смогут обращать должного внимания этим российским структурам. Я не пророк, но все произошло так, как я и предвидел. Очень многие переходили в РПЦЗ из-за личных конфликтов с епископом. То есть, у многих не было идейной причины для перехода. Конечно, много было и тех, кто переходил к нам по совести. Сейчас стоит большая проблема, что делать с российскими приходами РПЦЗ. Это может быть еще один внутренний раскол. Так как мы в свое время способствовали расколу греческой церкви. Я не знаю, как наши архиереи будут решать эту проблему. С сибирской епархией это может быть решиться проще. В патриархии ничего не стоит учредить ишимскую епархию. А с другими не знаю как. Слава Богу, что я не архиерей и не должен решать эти сложные проблемы. Беседовал Владимир Овин, портал Кредо.ру. На днях отец Иоаким получил приглашение от отца Виктора Потапова посетить их и привезти с собой фотовыставку. На 4 сентября уже намечен отъезд брата туда до 25 октября. Притчи 25.25 Что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны. Боязно ехать. Доедет и раскается. Будет дом во сне видеть и говорить. 2 царств 14.32 Лучше было бы мне оставаться там. Отец Иоаким вернулся из США 27 октября 2004 года. Доволен Потаповыми. Нам хорошо быть в тишине одним, с любыми, с родными и друзьями, с надеждой на фавор тогда глядим, свой монастырь уют создать желаем. Там у подножия горы преображения. Толпа гудит. Их суета заела. Детей выращивают. Сватают и женят. И свозят в монастырь, что куплен был в Махпеле. Мы отутюжены и празднично одеты. Двунадесятые для нас деликатесы. А там внизу остались наши дети. Нужда их давит, как виноград под прессом. Нам хорошо. Здесь можно спать в три смены. Видения обязательно прибудут. Кто ревностен, придет к нам на замену. Преображенные мы отдохнем покуда. Здесь первая попытка дядей прытких создать монастырек за облаками. Не суждено. Игла утянет нитку на помощь тем, кто из руки лакали. Три аувы рыбака наверняка не раз смеялись над собой тогдашним. Как монастырь замыслили поднять за облака свой труд и каноническую пашню. Не знали в Эйфаирии, что творили. Какие предложения выдали Иисусу. Без колесницы Ильи пешком поворотили. Не по своему по Иеговы курсу. Их бесноватая страна, заждавшись, ищет посты грядущие и огненное бденье. Да, волю Божию творить есть наша пища и даром накормить всех не за деньги. Нам хорошо, что нас Христос нашел, не в монастырь фаворский запечатал. С незагражденным ртом я, молотящий вол, и в мире правит мной мой Иисус, начальник. Игнатий Лапкин, 17 августа 2004 год.